Приветствую вас! Вы знаете, вот я увидел, что вы задавали еще один вопрос на сайте. Там была история о том, что вы с мальчиком нас встречали, да? Я его весь не читал, увидел только заголовок. Безусловно, о всех тонкостях я не знаю. Знаю только, что мы не консультировались платно по данному аспекту, по данной проблеме. И, собственно, завтра теперь вот другой вопрос. Теперь уже немножко на другую тему. На что я обратил внимание, да? На что я обратил внимание именно в вашей ситуации? Я обратил внимание, что, значит, мальчик, да? Ну, то есть, вот, само по себе, да? Наименование мальчиком, название мальчиком. Мужчины, это некий такой, приводит звоночек, потому что, на самом деле, это все же не мальчик, а мужчина. И, то есть, либо вы здесь как-то принижаете мужчин вообще, то есть, ну, подсознательно ставите себя выше, чем они. Либо вы боитесь поставить себя на равных, а может быть и выше, ну, в силу ряда причин. Вот. То есть, например, вам важно их принизить, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вот. Такая история тоже может быть. То есть, что это такое, по факту? По факту, это позиция, и эта позиция, в общем-то, достаточно деструктивная для мужчины, который, ну, захотел бы с вами вступить в отношения. Вот. Это деструктивно-деструктивно, по факту. Потому что, мужчина оказывается в проигрышной для себя ситуации, в проигрышной для себя истории. Вот. И, соответственно, ему становится не по себе. Представление о мужчинах закладывается в любом случае у нас именно в детстве. Представление о мужчинах закладывается у нас в любом случае в детстве. И важно понять, откуда у вас представление о том, что мужчина именно мальчик. То есть, почему мужчина мальчик? Вот. То есть, вам 20 лет. Да, 20 лет. Это уже, ну, достаточно такой, ну, серьезный вот молодой, но уже не детский. Вот. Да? А почему мужчина мальчик? Так. Это означает, что как бы у вас все не по-взрослым. Возможно. Да? Вот. И, соответственно, перемены, страх которых у вас имеют место быть сейчас. В общем-то, могут быть из той же серии. По сути, дел. То есть, это запрет на то, чтобы вы взрослели. То есть, некто в вашем окружении. Например, это, может быть, ваши родители. Допустим. Допустим. Вот. Не хотят, что бы вы, что бы вы взрослели. Вот. Ну, просто не хотят, что бы вы взрослели. Вот. Там всем это, ну, грубо говоря, не выгодно. Да? И выгодно, что бы вы были, вот, маленькой. Что бы, что бы вы были девочкой. А, встречались, соответственно, с мальчиками. Вот. И, как бы ничего больше не было. Вот. Подумайте, откуда идёт, идут подобные установки, что перемены, да? Это обязательно плохо. Вот. Ведь вы же считаете, что, почему вы боитесь перемен, да? Почему вы боитесь? Потому что вам хочется оставаться, вам хочется оставаться в своём состоянии. Вам хочется оставаться в своём защищённом состоянии. То есть, вы-то перемен хотите, как бы, вроде бы, хотите. Но, в действительности, вы хотите остаться... Кхм. А, вот. На ровном месте. Скорее всего. Потому что, вы бои... Ну, потому что у вас идёт негативная установка. Что перемены, это плохо. Вот. Либо. 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 Может быть, другая история. Что, перемены, вы хотите, да? Перемены, вы, может быть, хотите. Но, есть, на них, опять же, запрет. То есть, вот тут вот нужно определить, что именно хочется вам. Что именно хотите вы. Что именно важно для вас. И на что идёт запрет. То есть, что вы себе запрещаете, что вы считаете, ну, плохим для себя. По той или иной причине, да? То есть, тут, как бы, совершенно не важно, как и что вы считаете. Ну, то есть, тут совершенно не важно, в каком это, в какой форме это происходит. Вот. А, когда вы говорите про ногти, то есть, вот вы пишите, что, значит, боюсь покрасить ногти в другой цвет, боюсь, если что-то изменит, что-то странное случится, парень бросит и т.д. С одной стороны, с другой стороны, это отсутствие у вас выбора. То есть, вы не выбираете, вы не можете выбирать, у вас нет критерий, критерий, критерий выбора. То есть, вы ориентируетесь на других людей. Вот. Своих действий. Не на себя, да, а именно на других людей. И поэтому вам так сложно сделать выбор, потому что невозможно предсказать позицию другого человека. Вот. Невозможно предсказать, как другой человек проагирует на, например, то, что вы здесь делали. Вот. А вместе с тем, вместе с тем, да, помимо запрета на взрослости, о котором я говорил, помимо родительских запретов, которые здесь у вас имеют место быть, вот. А вот здесь ещё есть страх одиночества. То есть, вы боитесь отца одна. Вот. И страх одиночества, это, с одной стороны, опять же, опять, такая же негативная позиция, да. То есть, ну, такая же негативная история, типа, что, если ты будешь одна, например, то тебе обязательно будет плохо, да. То есть, одна ты, грубо говоря, не проживёшь. Вот. Значит, это такая история. Одна история. Вот. И другая история, это то, что вы, возможно, не можете, не можете быть, не можете быть, именно быть наедине с собой. То есть, вы себя не принимаете. Вот. Такой, какая вы есть. И это вот всё является, в общем-то, существенными проблемами. Вот. Ну и, соответственно, помощь вам, да, помощь вам. Мне видится в том, чтобы снять вот эти вот подобные запреты, да, то есть, ну, освободиться от них, освободиться от этих запретов. Вот. Мне видится, по крайней мере, именно в этом вам помощь. Вот. И, соответственно, ну, ориентация больше на себя, ориентирование больше на то, что хотите вы, а не на то, что хотят, например, кто-то другой. Вот. То есть, это не какая-то такая вот помощь единоразовая, да, это именно вот работа. Вот. Именно работа по изменению вашего поведения. Вот. То есть, где и как я поступаю, как, например, скажем, допустим, ну, например, мои родители, например, моя мама. Но где и как я поступаю, вот примерно так вот. А как бы я хотел поступать по-другому, да. Вот. Понимаете? Просто в качестве такой небольшого экскурса, да, вот что такое страх? Страх – это внушенный запрет. И если некоторые внушенные запреты, они являются полезными, да, такими, как, например, запрет, там, переходить на красный цвет, перекресток. Вот, если какие-то запреты являются действительно полезными, вот, то некоторые запреты, к сожалению, являются лишь только негативными, ограничивающими, ничего не дающими и полезными. Полезными другим людям, вот. Поэтому вы подумайте, кому может быть выгодно, вот, кому может быть, может быть полезно то, что вы боитесь перемен, вот. Кому, кому может быть, ну, от этого лучше, да, кому может быть от этого выгода, вот, обязательно на эту тему подумайте и решите. Вот. И вы увидите, в первую очередь, кто преследует свою цель. Это послужит вам такой отравной точкой для изменения своего восприятия, потому что сейчас вы думаете, что всё целиком и полностью зависит только от вас, вот. К сожалению или к счастью, вот, этого я уже не знаю, зависит всё далеко не только от вас, и далеко не только от вас всё зависит, вот. Далеко не только от вас, есть ещё другие люди, которые также заинтересованы в определённых действиях с вашей стороны, вот. Но можно говорить о том, что вы, скорее всего, не различаете, вот, ответственность. Где ответственны вы, где ответственны другие, другие люди, вот. Ну и мне почему-то показалось, да, что вы считаете себя виноватой, виноватой перед своими родителями за то, что родили. Я, конечно, не знаю, конечно, не знаю, но мне думается, что если это так, если это действительно правда, то вы создаёте себе ещё больше проблем с тем, что обвиняете себя в том, что, по сути, делали, ну, делали, делают другие люди, вот. Вот. Вот это, конечно, также неприемлемо. Вот. Значит, определите для себя, какой конкретно помощи вы хотели бы, да, вот вы говорите, помогите, да, а. Как бы вы хотели, чтобы мы вам помогли. То есть, какие вы готовы, насчёт, принять усилий для того, чтобы данную ситуацию исправить, поправить, скорректировать. Вот. Я думаю, что это очень важный момент. Вот. Ну и отдельным пунктом немножко идёт то, что вы обесцениваете, скажем так. Вот вы говорите, да, то, что я понимаю, что это глупо. Вот. Но, тем не менее, всё равно бою, бою. Вот, понимаете, вот, если вы знаете, да, видите, чувствуете, что вы боитесь, значит, это уже, как минимум, не глупо. Вот. И вот это вот то, что глупо, то, что вы считаете, что это глупо, вот, это тоже, скорее всего, идёт внутренне обесценивано. Это такой критикующий родитель, у нас здесь имеет место быть. Вот. И я думаю, что с нахождения общего языка с этим вот критикующим родителем, который у вас есть в вашем сознании постоянно, да, и с отказу, ну, с отказа от такой вот позиции критикующей, вот, и можно начать с вами работу. Вот. Но это, повторюсь, только при условии, если вы ГПВ работали. Вы молоды, вам достаточно легко всё это будет сделать, но гораздо легче, чем людям, например, которым за 30, вот этим людям будет гораздо тяжелее. Вот. Тем не менее, тем не менее, всё равно потребуется некоторое усилие, вот. Всё равно потребуется некоторое время для того, чтобы всё получилось, всё получилось. Вот. Но я думаю, что успех в любом случае будет. Как и хотя бы вот в том, что вы будете различать, да? Будете различать эти вот мысли в своём сознании, да, когда, например, одна мысль идёт от вас, да, допустим, вот, другая мысль идёт, соответственно, уже не от вас, да, а от кого-то другого. И вот задача в том, чтобы понять, чего это другой хочет, насколько это правильно для вас, насколько это полезно для вас, насколько это адекватно для вас и что конкретно адекватно, а что неадекватно, что не полезно, что вредно, да, вот. И, соответственно, то, что вредно, то, что вредно, мы не принимаем, вот мы отказываемся от этого, мы говорим, что нам это не нужно. Нам это не надо, вот. И всё, соответственно, после этого остается просто навык, то есть вырабатывать навык определённый. Это называется тренировка взрослого, взрослого, взрослой части личности, вот. Работа увлекательная, работа такая, я бы даже сказал, в какой-то степени, степени творческая, потому что происходит раскрытие личности человека, вот. Если вы будете лучше себя чувствовать, лучше чувствовать вы будете свою силу, вот. И, соответственно, это вам пойдёт на пользу во всех сферах жизни, в том числе и в отношениях с молодыми людьми, в учёбе, да где угодно. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш запрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Вот, надеюсь, что вы обязательно разберётесь и прислушаетесь к тому, что я сказал, потому что это всё важно. Вот, я отдаю себе отсчёт в том, что вы, возможно, хотели для себя немножко другого ответа. Отдаю себе отсчёт в том, что вы, вероятно, хотели другого, ну, скажем так, решения проблемы. Вот, но, тем не менее, другого решения проблемы нет. Можно, кстати, чисто вот когнитивно пройти, к данному вопросу можно пройти чисто когнитивно. И, например, например, да, вот просто, например, определить для себя, да, где вам не страшно совершать выбор. Вот, где вам не страшно примет решения, где, конкретно где, не страшно. То есть вот где вот этот вот минимум, который вы, ну, готовы почувствовать. Вот, определите его для себя. И с этого минимума начинайте движение вверх, движение вперёд, движение понарастающее. Вот. Понятно, что постепенно. Да, понятно, что постепенно. Понятно, что это не будет сразу. Это вот всё понятно. Но, тем не менее, серьёзные результаты, они не приходят сразу. Они приходят именно всё-таки постепенно. Если вам так понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.